Это раньше. Игры с Агрокомплексом были для легендарного Металлурга простыми. Но последние годы спортсмены из Краснодарского края сильно выросли и достойно противостоят видновчанам. Об этом говорит и то, что который раз Агрокомплекс выходит в плей-офф чемпионата России по мотоболу. На днях соперники встретились в Ипатове. В первом финальном турнире матч был против команды Агрокомплекс. В игре с Кирпильской ребята забили два мяча. И тренер дал отдохнуть основному составу. Доверился нам. Выпустил нас молодой состав. Вот мы выехали. Показали бой. Матч закончился со счетом 6-4. Я забил один гол. Дал одну голевую передачу Тимохе Гусареву. Он тоже с моего паса забил. А вот второй матч плей-оффа для видновчан оказался не настолько радостным. На Ипатовской земле Металлург играл с местным Колосом. Видно, что после поражения 30 августа ставропольцы были настроены отыграться. Сделать это было непросто. Счет спортсмены открыли только во втором периоде. Первый гол забил Сергей Крошко. По лидера удар Сергей Крошко. Красивый удар Сергей Крошко. Прям на первых секундах второго периода. Застает врасплох. Алексей Семенов не ожидал. Леша в дальний. Сравнять счет Металлургу удалось только в третьем периоде. Мяч Иван Крештопа забил в дальний угол ворот соперника. Но удача в этот день была не на стороне видновчан. И буквально сразу Колос увеличивает ставки. Очень трудно Семенову будет ловить такой мощный удар. Сергей Крошко с небольшим разгоном. Анатолий Розыгрыш. Гол. Забывает красивый гол. Несмотря на то, что спас Ивана Крештопа. Анатолий Касьянов еще раз пробил ворота Ипатовцев. Колосу все-таки удалось выйти победителем в этой напряженной игре. Итог встречи 3-2 в пользу местных спортсменов. Все осмыслили, сделали выводы. Сейчас еще раз покопаемся в себе. Мы уже переехали в Краснодарский край. И здесь состоит следующий второй турнир. Он будет проходить 8-9-10. Мы играем 8-го числа с местными, с агрокомплексом. И сразу вторую игру. Но, поверьте, это очень тяжело. Играть 4 по 20 всю игру ребятам. И на следующий день играть еще одну игру с колосом. А завершающая серия игр плей-оффа чемпионата пройдет в городе Видное с 16 по 18 сентября. Тогда и будет определен победитель мотобольного сезона 2022 года. Юлия Погосян, Ольга Садовская, ВиднетВ.